здравствуйте сегодня в этом видео я вам покажу расскажу как сделать удочку на сазана вот такого вот типа у нас в астрахани ее называют жмыхоловка в некоторых местах ее называют макушатник обычный скользящий грузил леска два крючка я буду делать сегодня с одним крючком и так что нам для этого понадобится леска 0 7 миллиметров крючки под карпа шнур 5 миллиметров скользящий грузил кусок камеры велосипедной для начала мы привяжем крючок шнуру так берем крючок берем шнур вставляем шнур в ушко вот с этой стороны вот так вот вот вставили вытаскиваем где-то вот такое количество шнуры сгибаем в петлю держим петлю пальцем вот этот конец наматываем сюда на крючок 1 4 5 1 2 3 4 сейчас и вот этот конец продеваем вот это ушко все да и тащим за этот конец затягиваем у нас получился так такая вот получилась такая вот удалочка ну куда крючок деньца никогда он не развяжется все лишнее мы отрезаем лишнее отрезали замеряем длину шнура где-то порядка наверно десяти сантиметров больше не надо берем запасом чтобы осталось нам расстояние привязать к леске точну шнур мы отложили в сторону берем теперь релеску скользящие грузила вставляем вот таким вот образом коляще грузила в леску точнее леску в кользящий грузил кто как хочет дальше делаем петлю удавку берем где-то вот такое это расстояние двумя пальцами держим вот эту вот леску и заматываем на палец четыре раза раз два три четыре вытаскиваем то что мы получилось с пальца пальцы вытаскиваем и берем вот этот конец и продеваем то это вот кольцо продеваем и тащим затягиваем затягиваем так покрепче посильнее можно вот с этой стороны взять вот так все это хорошенечко протянуть все у нас получилось петля скользящая петля лишнее мы отрезаем соответственно и привязываем теперь наш крючок со шнуром вот сюда к леске делаем расстояние примерно наверно 10 сантиметров не более того привязываем шнур здесь ничего особо сверхестественного просто привязываем как можете довольно покрепче вот так вот несколько раз обрезать обернуть потом здесь обмотать вот в этого ушка продеть и затягиваем вот так все не затягиваю можно намочить еще раз протянуть все она все равно будет ходить вот оснастка наши по петле лишнее мы отрезаем берем ножницы и отрезаем лишнее никуда не денется дальше берем нашу камеру вел от велосипеда отрезаем колечко колечко и колечко мы также привязываем к петле можно вот так вот такую давку все обязали обтянули и как же нам теперь прикрепить жмых жмых просовываем в петлю петлю мы стягиваем стягиваем до упора дальше берем эту резинку обматываем ее раза два три там зависимости от количества жмых крючок можно обмотать вот так вот прицепить вот вот он грузила вот она леска сейчас я отрежу кусок чтобы к спиннингу прицеплять здесь я сделаю петлю для карабина вот так вот обычная петля все у нас получилось жмыхоловка здесь жмых резинка один крючок колечко грузил здесь у нас петля куда цепляется карабин и к спиннингу и закидываем покажу как одевать два куска жмыха берем два куска жмыха такую кукурузу с протеином вот обжаренная сторона вместе соединяем эти две стороны и вставляем в петлю петлю стягиваем вот так посильнее и также резинкой обматываем два раза стараемся натянуть очень плотная резинка мой крючок соответственно так как ничего прицепить все равно он там у нас отцепится когда мы забросим получилось вот такая вот оснастка с двумя кусками жмыха когда мы забросим жмыху так упадет и все и сазан уже начнет работать обсасывать так я вот наделал три таких удочки раз два три вот это я до этого делал у меня было на кобылку намотана это старый у тоже другого типа жмых вот а для чего я использую такую резинку вот обратите внимание вот этот вот жмых он уже обсосаны вот эта вот петля она кстати не я ее делал это уличка покупал вот эта петля она не стянулась то есть если бы не было резинки учащих сниму она бы вот эта резинка вот я ее снял сам жмых бы просто вылетел от течения либо его создан так бы стал вытянски это вытаскивает обсасывать он бы просто выскочил его бы размыло все он улетел и получается то что этот жмых то он еще не до конца же как бы отсосом рабочий можно так сказать а его как бы не это и петля его сдерживает то есть основное усилие идет на самой петле и жмых может прям до конца останется только вот эта моя маленькая штучка бывали даже такие случаи когда вот но не клюет тут час-полтора под конец раз и сазан поймался это о чем говорит значит жмых работает до конца если я не буду использовать резинку через полчаса просто тут сам по течению улетит размоет его и не будет ловиться этот так называемый лайфхак не все используют почему-то хотя я вижу в нем преимущество экономия жмых идет потому что такой жмых он очень быстро размывается это кукуруза с протеином он очень мягкий даже его когда крючком здесь продавливаешь он сломается вот это твердый жмых но тоже если мы не будем использовать резинку петля может не стянуться петля еще не стянулась то он этот жмых оттуда вылетает из петли даже если допустим у вас затянулась петля я сейчас вам покажу вот обратите внимание у меня есть вот такая удочка с последней рыбалки здесь затянулась петля даже вот можно увидеть как жмых проработал практически до конца и он сидит на носовой резинке только на резинке петля она стянулась йорк оттуда невозможно как бы вытащить я просто брал жмых даже целый вот так вот обматывал резинку вот и все и крючки туда цеплял раз крючок ну и два крючок все снасть рабочие ее можно забрасывать сезон будет ловить и также будет до конца высасывать вот то что осталось от этого жмыха вот как это выглядит на самом спиннинге вот карабин и удочка жмыха ловко всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...